Коламбур Пикчерс представляют Главное теперь, чтобы наш журнал не освистали зрители А об этом вы можете не беспокоиться Почему? Потому что невозможно одновременно севать и свистеть Ой! Здравствуйте! Здравствуйте, глубоко уважаемые, глубоко обожаемые, глубоко залистательные мечтатели Глубоко замечательные листатели нашего журнала видеокомиксов Коламбур Да, кстати, вы являетесь первыми листателями этого нового журнала Потому что сегодня вы увидите его первый выпуск Странно, это последний? Вот он, вот он, первый выпуск журнала видеокомиксов Коламбур Кстати, что же означает это широко известное всем слово Коламбур? Обратимся к словарям А какой словарь не хочет, чтобы его называли толковым? Смотрим Коламбур Шутка, основанная на комическом обыгрывании звукового сходства разных слов и словосочетаний Например, дракоразводный процесс Симулирование труда Или мял золотник до дырок Замечательно, замечательно Только этого сейчас в нашем выпуске не будет А будет наша первая рубрика под названием «Наш Аперитивчик» Кстати, что же означает это широко известное всем слово «Аперитивчик»? Обратимся к словарям Ага, вот, «Аперитивчик» Легкий спиртной напиток для возбуждения аппетита перед едой В нашем варианте это легкий смешной сюжетик для возбуждения юмористического аппетита у зрителя Так что, как говорится, смейтесь на здоровье «Аперитивчик» 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 Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, как говорится, вызов брошен. Пускай пока полежит. А сейчас наступает черед нашей следующей рубрики. А наша следующая рубрика – это ТОК-ШОУ. А что нужно для того, чтобы сделать хорошее ТОК-ШОУ? Заводные кричащие зрители. Живой оркестр. Приглашенный, гость и обаятельный, привлекательный, симпатичный, остроумный, веселый и находчивый ведущий. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире долгожданная всеми вами программа под звуком «Пи». АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а для тех, кто еще не видел ни одной нашей программы, я коротко о ней расскажу. Слезали мы ее с популярной американской программы «Без тени смущения» в надежде на то, что и у нас она тоже станет популярной. АПЛОДИСМЕНТЫ Правда, некоторые слова в нашем шоу мы все-таки заменяем на звук «Пи». Поэтому наша программа и называется «Под звуком ты». Ну а теперь я еще раз приветствую вас, зрителей студии и нашего сегодняшнего гостя. А у нас сегодня в гостях специалист по проблемам семьи и брака. АПЛОДИСМЕНТЫ Тема нашего сегодняшнего разговора – размер мужского и его влияние на проблемы семьи и брака. В связи с этим к вам первый вопрос. Что вы думаете по этому поводу? Трудно переоценить значение размера мужского в вопросах благополучия современной семьи. Статистика нам говорит, что 90% всех разводов происходит именно по причине неудовлетворительных размеров мужского. И это совершенно естественно. Современная женщина просто обязана задумываться о размерах мужского. Хотя бы ради ребенка. Ага, то есть получается так, что если у мужчины маленький ***, то семья практически обречена? Нет, не обязательно. Иногда такую семью спасает женская ***. А вот скажите, если не секрет, каков размер *** у вашего мужа? Скажу вам откровенно, что еще совсем недавно размер *** моего мужа не удовлетворял ни меня, ни его. Но мой муж очень целеустремленный человек. Он много работал над собой. Он бросил пить, курить. И буквально за год размер его *** увеличился в несколько раз. И все же, как по-вашему, каков должен быть средний размер мужского ***? Я думаю, от 500 до 1000 долларов в месяц. Ну, в зависимости от потребности семьи. Большое вам спасибо. Ну, а для тех, кто не догадался, я сообщаю. Под звуком «пи» скрывалось слово «заработок». Ну, а с вами я прощаюсь и напоминаю, что тема нашего следующего разговора... Да будь моя воля, я бы этих *** выслал бы на необитаемый остров. И пусть бы они там занимались этим друг с другом. И не морочили бы нам простым людям голову. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА